Доброй ночи, дорогие друзья! Друзья, продолжаем наблюдать за матчами Южной Америки, закрытая квалификация к Чен Цин Мейджор, и у нас впереди финал, финал этого региона Пейн Гейминг против Тандер Предатор. Последний шанс для Тандеров пройти на Мейджор, и у них впереди самый сильный и самый главный босс Пейн Гейминг, который, ну, наверное, Тандер Предатор были не очень рады, увидев результат верхней сетки, финала верхней сетки, но такова жизнь. Они и тестом 2-0 заливали, и Пейнам тоже проиграли. А мне кажется, что с Пейнами потяжелее все-таки будет. Вообще, я думаю, самое страшное, это то, что Тандер Предатор отдали одну карту Infamous Young. Вот это вот самое страшное. То есть, если бы они победили с счетом 2-0 и просто бы без шансов уничтожили, тогда у них были бы шансы, и в них была бы вера. Но, черт возьми, они проиграли Infamous Young одну карту. Вот, и я не верю, что они отожмут хоть одну у Пейн Гейминг. Просто не верю. Идентичная просто ситуация, как в СНГ-регионе. У нас единственная команда, которая может бороться с как раз этим лидером, с фаворитом. То есть, Пейнами они выигрывают со счетом 2-1. У Пейнов огромнейшая проблема на драфтах. Как раз они сейчас падают в нижнюю сетку, фиксят свои драфты. Так же, как Virtus.pro просто уходят вторым слотом. Абсолютно то же самое. То же самое, да. Нет причин сомневаться, что так и будет. Но давайте обсудим немножечко драфты, что мы увидим. Thunder Predator, были у них интересные идеи? Или, в принципе, как все стандартно? Был о том на Сларке, он машина. Да, но наши коллеги, к сожалению, мы не смогли посмотреть этот матч против Infamous Young. Нам там рассказывали про того самого Сларка. Он не собрал Линку против Дума. Он ошибся один раз. И отдал карту Infamous Young. Ну, ошибка, да, такая. Одно поражение было против Infamous Young, а второе поражение против Памна Сларки было как раз-таки против Пейнов в первом полуфинале уже плей-оффа. Вот у него как раз показывают нам 5 карт, 16% финрейта. Ну да, соответственно, в 2 из 5 он проиграл. Ну, смотрите, много метовых персонажей. Тот же Магнус, Эмбар есть, Феникс. Ну, Таска надо банить против них, это 100%, потому что капитан и драфтер команды, он сразу его заберет. Он просто сам на нем исполняет. И Магнус. Ну, то же самое, Магнус, да. То же самое. И как раз Магнус и Таск, вот эта парочка, она проиграла Пейнам, и там как раз вот это единственное поражение, которое есть у Магнуса, оно тоже, это поражение как раз-таки от Пейнов. Насколько я помню. Ну и последний матч команды Тандер-Предатор, можно наблюдать за их драфтом. Так, тут есть против, да, вот как раз в самом низу, тот самый матч против Пейнгейминг. Мы там видели, там уже... Нам пятый матч не показывают, как раз-таки он тебе... Да, вот Пейнгейминг, вот-вот, да, как раз вот этот последний матч, вот там тот самый Магнус, вот тот самый Сларк. У них не пошла игра, их очень хорошо напрягали. Там Дум очень сильно решал, нет, там не Дум очень сильно решал, там решал очень сильно Энигма, там Таву вытаскивал как раз-таки Энигме. А, да, точно, точно. Очень круто отыгрывал. Ну и потом Дум включился тоже, как раз-таки все Думы с Ларкой четко все залетало. Но Тава там и перевернул. Должны были у нас Предаторы, Тандер-Предатор, по-моему, тот матч выигрывать. Они очень хорошо сноуболили, но Таву молодец. Ну и матчи команды Пейнгейминг, они до прошлой серии не отдавали никому ни одной карты, но вот все изменилось. Какую мы видим связь в их драфтах? Ну, они подстраиваются под соперника, точнее, под их выбор, да? Вот в их драфтах реально нет связи, если посмотреть на их героев, то... Они исходят от того, что пикают их соперники, верно? То есть, да, у них три игры, и, по-моему, все три игры абсолютно разные герои, вообще все три. Нет ни одного повторения. Магнус? Ну, я говорю про три игры сверху. Вот если сверху глянуть... Грим-стройки у противника. Ну, вот он как раз и показывает, что чаще всего пикают, команда пикает команду Пейнгейминг в последнее время в этом новом патче. Смотрите, стопроцентный винрайт на Эникме, на Аксе, прекрасный винрайт на Рубике. Короче, придумаю, как закопать Пейнов за Тандор Предатор. Ну-ка. Нужен Акс на четверочку, он колет с Ларка, нужна Эникма на троечку, она просто очень-очень хороша. И дальше плюс три. Но главное, чтобы были вот эти два персонажа, Эникма и Акс. То есть забрать у Пейнов этих двух персонажей, и все будет хорошо. Ты взял двух героев со стопроцентным винрайтом. Ну, и дай веспад добавить. Не, я... А ты хорош. Я, кстати, даже не видел, сколько у них винрайт. Да, конечно. Но конкретно против Предатора это круто смотрится, потому что герои хорошие, герои метовые, Сларка они обожают, Сларка оба героя закапывают почти на любой стадии игры, и это мощь. От мощи нужно и сходить. Ну, судя по всему, мы что-то подобное увидим в любом случае этих персонажей. Кого-то из них, наверное, в драфте увидим. Ну, они популярные персонажи, понятное дело, что кто-то из них точно заедет, потому что не будут с какими-то другими драфтами играть. Скорее всего, так и будет. Ну, что, дорогие друзья, мы в ожидании драфта. Мы можем напомнить нашим зрителям, как обстоят дела в других регионах, например, Юго-Восточная Азия. Там мы уже знаем, что Fnatic и TNC прошли на Majors, с чем мы их поздравляем. В СНГ-регионе тоже сегодня разворачивалась драма, потому что Virtus.pro все-таки упали в нижнюю сетку от команды Noopengalier, которая также уже получила свой билет. Ну, и в финале нижней сетки в ВП все-таки одолели своего соперника и тоже получили заслуженный слот на Majors. Ну, и достало время Южной Америки, она станет следующим регионом. Да, вот он как раз показывает сеточку плей-офф СНГ-квалификации. ВП и НП проходят дальше. У нас же в Южной Америке все решается. Остался самый последний матч, и все уже будет известно. Секрет успеха, чтобы у тебя на конце была буква П. П и ВП. И чтобы было две буквы. Было две буквы, да. Сокращений. Это наблюдательно, да. Да, соответственно, у нас сейчас должны тандеры побеждать. Тандер П специально. Я говорю для нашего региона. То есть будет ТП? Да, на Интах обычно традиция такая, что должны побеждать команды с двумя буквами, у которых обязательно есть буква Г на окончании. О, G и G. Ну, и все в таком. На, В, G. Не, на Ви же давно не побеждают традиции. Они не придерживаются таких традиций. То есть две команды тоже традиции. I, G, G, да. O, G. Побеждали у нас на это. И был Geniuses. Это залог успешной команды. Да, звучит как очень такая теория правдивая. Ну, наконец-то у нас начался драфт. Нам есть что обсудить. Итак, минус Вист и Даззл сразу. Пейн чешется руки. Прямо сразу видно, как они моментально банят героев и хотят по-быстренькому оформить 2-0. Минус Таск, чтобы Мэтью на нем не играл. Минус Магнус, чтобы не было никаких проблем в игре. И какой-нибудь... Ну, пик Фио, фиос-пик у кого? Фиос-пик у Тандер-Предатора. Ну, и могут еще Пейна забанить... Рубена еще могут забанить. Они не будут его банить, скорее всего. Сами Рубики банят у нас Тандера. И Гримстрок. Ну, должны отвечать Тандеры у нас Бремастером. Потому что если они его не забирают, двойной пик будет. Бейн моментально ловит Бремастер. Моментально ловит какого-то хорошего суппорта. Что-то из серии, может быть, даже какой-то Винтера Верна, опять же. Так. Ну, Брю, тут это точно 100%. А второе дополнение... Бейн снова однешенка. Если они прям хотят уверенно играть, они могут делать такой же, отталкиваться от драфта, как они показывали в первой игре. Бремастер Оракл. Что-то из этой серии. Как у нас пикали... Пейны же, да? Или ВП? Кто это играл? Я уже мне все смешиваюсь опять. Ну, это было в матче Пейнгейминга против... Да. Бремастер Оракл. Тим, один, два, три. Бремастер. Да. Все пока по плану. И сразу за ним Шадоу Шаман тоже. Видим частного персонажа. Шаманчик рвается на первой пике. Кто присоединится к одинокому Бейну, как ты его назвал? Ну, пока очевидно, что Сларк. Прям вот Сларк и против Бремастера смотрятся неплохо в игре. Ну, не считая линии. Это Шадоу Шамана. Сексуан выходит. Да. То есть пока все идет к тому, что Сларк показывается в игре и начинает месить. Притом Сларк не нуждается в таких бафах, как Эмпауэр. Он может самостоятельно фармить артефакты. Но его пока брать рано. То есть нужен какой-то оффлейнер теперь для Таннер, Предатор. Вот какие там остались пацаны. Акс. Не знаю, мне Акс нравится. Я за Акса болею. Если они сейчас не возьмут Сларка, то его можно забанить по инам. То есть я, в принципе, болею за Сларка, потому что, точнее, за Акса, потому что он может пойти в сложную. Он может быть четверочка, он может быть троечка. Он вообще кем угодно может быть. И у него много вариантов. Нужно инициатора забрать, потому что инициаторов становится все меньше и меньше. Панда ушла, Магнуса нету. Остался Кентавер, остался... Какого ты сейчас назвал? Акса. А, Акса. Типа тир-1 герои потихонечку пропадают. Вот они были бы к месту. Ну, Кентавер. Типа тоже более-менее, окей. Ну, не Акс, но тоже нормально. Ну, выбор между Кентавером и Аксом должен был падать как раз. И вот они на Кентавере остановились. Так, что будут банить? Кто-то из них должен забирать Феникса. Скорее всего, это должны быть тандеры. У нас есть Феникс, Энигма там, да, у которых самые лучшие венрайдеры. Ну, вот Энигма, она уже смотрится для Пейн. Пейн прям неплохо смотрится. Сочетается с Энигмой. Опять приходит эта вот машина. Энигма и Брюмастер. Энигма просто оттягивает Ленин к себе. Брюмастер покупает сапог, щиток, нападает на саппорта либо на кора и просто избивает с пассивки. Ну, то есть от нее нужно избавляться, да? Под тройной Малифайс неудобно очень ставить против Брюмастеров, которые очень много дэмэджа тебе с руки наносят. Даже вот эти микростаны, которые Малифайс идут в начале, все равно Брюмастер тебя очень сильно забивает. Я не помню ни одной игры, где Брюмастер бы не убил. То есть я все игры, которые вот видел, наверное, последние два дня, что-то Брюмастер просто приходит, и там чуть ли не потер, один вышка бегает и убивает коров. Все эти игры были от Мизери. Да, и все эти игры были от Мизери. То есть это происходило каждый раз, я уверен, Predator помнит. Либо от Мизери, либо от Роджера. Да. И он реально решал все игры. Долго думаю, Thunder Predator что банить. Ну, никому да, лучше убирать. Смотреть, вот как Дима, 100% win rate, минус Сларк. Не взяли Сларка. Вот как раз мы видели... Интересный бан, кстати, Джаггернаут. Мы видели Джаггера вот в той самой игре против Пейнов в стадии плей-офф. Интересно, стихи. Мы видели во второй игре победный для Пейн. Возможно, поэтому... Ну, обычно Джаггернаут заходит, когда есть какие-то герои, например, Бэтрайдер. Вот он там стаки мажет героя, Джаггернаут нажимает на вертушку, снимает себе стаки, и в этом профит. Здесь пока вообще не ясно, к чему этот бан. Вот непонятно. Ну, с Фантомка тоже герой. Да, Фантомка очевидный бан. Очевидный. То есть Фантомка очевидный, вот Джаггернаут неочевидный бан, но зато молодцы Пейна. Они просто убрали Сларка, все, как бы не будет Атома на Сларке, не будет СМ-машины, и я бы еще на месте Пейна забанил Феникса. Я бы Марфа убрал бы. А Фениксы просто они могут пикнуть сами. Могут, могут. Либо Феникса, либо тоже Энигму. Марфа бы убирал, потому что Морф неприятно смотрит. Он будет Линку, потому что в перспективе как раз собирать какую-то против Шадо Шамана. Будет хорошо смотреться. Или просто Блокенбаром развалится. Как раз и Бремастер. Бремастерят хорошо убивает. Могут сами Марфа забрать. С Андайинга берут. Ну, если ты очень сильные люди. У них свои темы. У них свои темы. Они берут Андайинга, идут сложно. Бремастер треха получается. Такое, знаешь, среднее что-то. То есть как-то Станов теперь маловато. А все на одном Шаду Шамане. Ну, Бремастер третья позиция. Не знаю. Взяли бы они на самом деле Феникса, было бы круто. Это мы видели. Сегодня мы уже видели такие игры. У тебя просто четверка бегает Бремастер. Но на самом деле, что третья, что четвертая позиция, в принципе, одинаковые. Он берет себе этот Даггер, берет себе какие-то там дополнительные потом артефакты. Это может быть либо Кримсон Гварды, либо там Гривсы какие-то. И просто он, ну, столько же попадает от него. Он ульту делает, бежит там, или Блокенбарку это берет после Даггер. Просто бежит сначала в Блокенбаре, тебя наяривают очень сильно, мощно, а потом еще и раскладывается. Просто если не продают вначале, то в этом случае у них будет Андайн, который как бы не самый крутой персонаж Лейти. Обычно его просто быстро убивают из-за малого количества артефактов. А с другой стороны может быть там либо Феникс, либо Энигма, которые просто могут выиграть Лейтгейм, там парой хороших ультов. Ты мне скажи, на самом деле, Андайн очень сильный в Лейте как раз-таки персонаж. С артефактами? Не, без артефактов он даже сильный в Лейте. Он сильный в начале, в мидгейме он проседает, но когда получает уровень высокий, он становится опять же сильным. Потому что у него появляется два на гробе, и еще на 25-м он становится, он перерождается, и он сильный. Он с одним глиммером. Нам китайцы так показывали, то, что этот персонаж, он реально только проседает в мидгейме. Потому что он, ну, без итомов бегает, у него нету левела, поэтому его очень легко убить. Это классно, Скалди. Эрлигейм и 25-й уровень. Нет, он в позднем Лейте силен, и на ранней стадии силен. А в мидгейме, если нету сноубола с ним, то он проседает. С новым ультимейтом он очень крут, когда у него есть хотя бы парочку артефактов на выживаемость. Он дамажит в процентах в Лейте, и, соответственно, чем дольше он живет, тем больше урана наносит. Ему сложно жить, если у него там вообще ничего. Чтобы жить, нужно два артефакта. Это Глиммер, и это Гост. Он пошел, пошел. Для casual Мирана. Прям смотришь на нее реально casual. Ну, то есть она просто, знаешь, она просто есть. Дает старшторм. Снизу ТБ, ТБ нечем убивать. Опять игра, где ТБ собирает БКБ, и нуль героя способных что-либо ему сделать. Опять Бэйн, который смотрит на ТБ стрелка. Еще две иллюзии. Он думает, на кого же кинуть. Да, если ТБ собирает БКБ, то там даже уже и кидать не имеет смысла, потому что в БКБ он его просто не убьет. При этом еще ТБ стрелок, он стоит. До него тяжело добраться. И вот пока Бэйну грустнее всего в этом драфте, потому что толком-то держать некого в ульте. Наконец-то мы увидели инвокера хотя бы в бане. Да. Это, кстати, слава. Слава Предаторам. Они уже как бы напомнили Пейнтгейминг. Да, потому что он существует. Потому что вообще Пейнтгейминг, наверное, половину своих игр выигрывали только за счет того, что Виха на инвокере творил чудеса. Это на Интернашнале было. И почему-то перестали просто. Ну что, последний пик для Предаторов? Убийца ТБ, нужен. Это кто? Это не Мирана. Что-то на легкое. Не знаю, плохо. Это убийца ТБ, кстати. В Лейте, да, это убийца ТБ. Конечно, в БКБ мало что ему делать, но зато, когда БКБ у ТБ заканчивается, Тинкер его разрывает. Я прям вот не думаю, что Рома бы пекал. Да. И все хорошо. И прощай, прощай Тинкер. Шторм, Зиос, Эмбер, Спирит. Прощай Тинкер, прощай, прощай Бэйн, прощай Мирана. Все прощаются. Прощай Бэйн, прощай Мирана. У него в перспективе будет линкинг-сфера против Бэтрайдера. Поэтому, я не знаю, что они думают. Прям сходу могут пикать. И с ним можно еще очень хорошо в мидгейме отыграть с этим штормом. Погангать. Он, в принципе, помогает. Он очень мобильный. По карте двигается хорошо этот шторм. Да. Зиос еще очень хорош. Там два героя с блинком, два, Кентавер и Бэтрайдер. И попробуй ворвить Зевса, который всю игру там скаутит. Еще Лина есть та же самая, да? Да. Есть она. Лина не casual. Лина, Шторм, Зевс. Вот он, Зевс. Вот Зевс и Эмбер, Спирит. И это грусть-печаль. Из четырех героев они выбрали. Нет, Зевс хорошо тинкер-контрер. То есть это реально грусть-печаль, потому что помимо контр-тинкера он еще мешает и Кентаверу и Бэтрайдеру ворваться. Ну я тут всеми ногами и руками за пейнтгейминг. У них все супер плюс-плюс-плюс. Вы знаете, мы уже, кажется, озвучивали такую мысль, что в принципе даже если бы они ошиблись в драфте, все равно у них было бы больше шансов одержать победу в этом поединке. Против Тандро Предатор это также актуально? Конечно. Как против других команд? Тандро Предатор проиграли катку Инфомас Янг. Ну что ж, последний раз, когда команды встречались у нас в рамках закрытых квалификаций, первая карта длилась чуть более 20 минут. Надеемся, что в этот раз Тандро Предатор смогут показать себя в полной силе и возможно даже карту забрать. А там, смотри, может быть, пейнтгейминг в тильт впали или расстроились от поражения. Эти парни опытные, они уже умеют собираться, поэтому должны они тут эту карту забирать. И драфт у них круче. Потому что в предыдущей встрече они по драфту просчитали, здесь они по драфту выиграли. Друзья, напоминаю, что HP Omen — это топовое игровое железо для победы в любой игре. Может быть, если у Тандро Предатор HP Omen, у них есть шансы и победить. Да, дорогие друзья, мы в ожидании того, что начнется совсем скоро эта игра. А она вот-вот начнется. Передаем слово нашим комментаторам. Спасибо большое, Тони. Спасибо большое, студия-аналитики. Здравствуйте, друзья. Рад вас приветствовать всем. Доброй ночи. Для вас работает Fever, друг. И мы готовы посмотреть за борьбой за последние слоты, за возможность поехать Чун Цин данным коллективом. И так немного шансов у этого региона, но вот попадать и бороться за эти слоты, которые многие говорят, да, там, ну, многовато на данный регион. Что есть, то есть. За это просто надо теперь побороться в одном шаге. Я думаю, что слоты обусловлены тем, что команды из данного региона набираются опыта в противостояниях с более крутыми командами на международной арене. И Pain Gaming, которые ездили двумя составами, тогда еще Pain и Pain X в Куала-Лумпур, тоже не стали исключением. Да, не самые высокие места. По-моему, тогда 13-16 и 9-12 место один и другой состав занял. Но вот как есть. На самом деле потенциал у этих ребят огромен. И это, конечно же, группа отрицает. Это всегда темная лошадка в любом матче. Команда из данного региона. Началось все из абсолютно каких-то там незапамятных времен. И Киев Мажор все еще жив, да, и в памяти нашей, когда команда Secret, которая приехала призовые места минимум занимать, умудрились отлететь. И потом Evil Genius чуть не отлетели. Да, EG чуть не отлетели. Вообще, на самом деле, как мне кажется, киевский мейджор, он стал переломным моментом в хорошем смысле для именно бразильской доты. Потому что всегда у нас южноамериканская сцена, до того, как выстрелили так сильно бразильцы из SG, южноамериканская сцена, она больше ассоциировалась с командами из Перу. Причем у нас перуанские составы были однонациональны. Сейчас мы видим то, что появляются ребята из Эквадора, из Колумбии, из Боливии. Тот же вот Слейдин также играет в составе различных перуанских коллективов. Повалили другие люди из других регионов. Они смотрят эти команды, участвуют. Получают квоту. Пожалуйста, поехали туда. Это, по сути, очень высокие шансы попасть на серьезный турнир. А если коллективы из этого региона умудряются обыгрывать, причем в плей-офф стадии, в сингл-сетке, умудряются обыгрывать грандов, почему бы к ним не присоединиться? Ты просто не можешь победить, возглавь или присоединить. И насколько сильно именно в Бразилии развивается конкретно бизнес в плане организации? Посмотри, кто вообще мог подумать, что Мизери, Виха, что именно такие игроки будут играть именно в бразильской команде. Причем, действительно, с довольно неплохими местными игроками. Очень круто тот же Кингарди всегда исполняет. Он местами нестабильный, но, тем не менее, Кингао крут. Да, да, да. Ну что, поехали. Коротко, наверное, по этому матчу окрестим, кто где находится. Верхняя линия — это Кентавр плюс Бэтрайдер. Бэтрайдер. Я так понимаю, Бэтрайдер будет саппорт... Нет, Мэйти, Мэйти на Кентавр. Да, это саппорт Кентавр и Бэтрайдер Кор в данной ситуации. Ну а внизу будет Бэйн плюс Мирана. Тандер и Предатор уже показали, что Мирана в их исполнении хороша. Они брали ее в сложную линию. Фрэнк играл на Миране. Эта Мирана камня на камне не оставила от линии с антимагом. Героя просто не было. Герой очень... Я говорю о Миране. Герой — очень хороший лейнер. Ничего глобально в отношении Мираны не поменялось. Но еще раз, для тех, кто не смотрел наш тот канал, я просто нарекаю на то, что рейсбенды решают очень много вопросов для Мираны. Герой, который слишком часто карасит соперника. И Брю вроде персонаж плотный, или Шадоу Шаман плотный персонаж. С появлением рейсбендов раз за разом будет все больше и больше проседать. Шадоу Шаман не просто плотный персонаж. Шадоу Шаман — это тот персонаж, который может ответить. Как по мне, он может противостоять Миране. Атака спит все равно ниже. Все равно ниже, и Шадоу Шаману подставляться под Мирану, мне кажется, опасно. Ты даешь две тычки, в ответ три получаешь. Тоже больновато, конечно. Но у Шадоу Шамана побольше так-то атаки. Ну и есть фронтлейнер все-таки в виде брюмастера, который постоянно так же спамит и пивом. Центральная линия. Впрочем неприятно. Центральная линия Тинкер 7 на 2. Я вижу А. Что касается Зевса, аналогично. Аналогично Виха стоит против Атуна. Атуна уникальна. Для меня вот все, что я видел по этим исполнителям. Атуна очень редко появляется в Миране. Четыре стаков, есть кувстомп, и это будет ферстглак. А Мизери, Мизери ситуация-то аналогична. Еще стаки на нем. Файрфлай продолжает работать. Четыре стака уже есть, но дальше жечь Мизери нечем. Вот тебе Террорблейд. Ну, на линии, понятно, Террорблейд не так силен, как с выходом в мид-гейм или даже в лейт-гейм. Поэтому пока с ней бороться можно. Мирану поймали. Кенгао. Вообще-то просто, опять же, прохарасить немножко. Подержать в сетке, чтобы брюмастер побил. Ну, брюмастеру нужно еще регениться. Все-таки именно он фронтленом выступает на этой линии. И отыгрывая четвертую позицию, Кенгарди играет на брюмастере. Пока, конечно, на сайд-линиях, если посмотреть, очень мало крипов добили. Брюмастер 2, Мирана 3, Бэтрайдер 3. Лучше всех смотрится Террорблейд, который хоть как-то там крипчиков подобивал, но уже попал в таверну. За это и поплатился. Но в целом, если мид посмотреть, 11 на 11. Ой, подожди, нет, там что-то шаман фармящий. 11 на 11. Шадоу Шаман, да. Да-да-да, там Шадоу Шаман реально очень хорошо стоит. Таво, поэтому все остальные коры немного проседают на сайд-линиях. Но таво, безусловно, хорош. Мизери, четвертый стак, но Мизери должен здесь погибать. Есть Сол Рип, стики прожимают. Пытается заманить как можно дальше под вышку, чтобы Фрэнка можно было хотя бы убить в размен Мизери. Но Террорблейд, несмотря на то, что проюзал Метаморфозу, все равно не добивает Бэтрайдера. И у Фрэнка были и стики, поэтому последний удар от вышки он переживает. После этого использовал фласку. 6 зарядов стики напал. Дальше за Блэк Архангелом. Стом под двум персонажем от Мэтью. Блэк Архангел отправляется в таверну. Это третий фраг. Безответный фраг у Сандер Предатор. Мизери может сейчас Мэтью попробовать забрать. Но сам под стики напалмом. Неудобно бежать, неудобно поворачивать. Просто Архангел. Ты посмотри, как он золит Мизери домой. Мизери, скорее всего, погибнет. 6 стаков стики напалмом. Дальше не полетел. Но Фрэнк не может под вышку лететь. Главное не вступить в вагон. Эй Чи Пэно, который теперь Архангел, неплохо было бы прокачать рефлекшн для таких случаев. Потому что рефлекшн очень хорошо поможет именно защищаться от нападений и под вышку от таких дайвов. Веселится Кингарди. Тут же Прада на Бэйне. Тоже харасит очень больно. Бэйн Мирана, линия довольно стабильная, работающая на убийство. И мы пока и убийств не видим. И, если честно, как-то фарм Мирана не такой, как мы ожидали. Ну, им надо, я думаю, просадить сильно по ХП Брюмастера, чтобы у того не было желания, например, анслипать или, наоборот, подставляться под стрелу, как обычно бывает. Бывает, что у тебя там плотный саппорт, типа Огрмага, и ты Кора ловишь в сон, и Огр просто подходит, ловит лицом стрелу, говорит, окей, обычно стрела не максится, Старшторм больше поднимается. Поэтому дэмэджа много не получает, но хотя бы спасает своего тиммейта. Здесь пока Брюм, я думаю, не должен позволять просто так бить его Кор-героя. Все-таки это Шадоу Шаман. Побеждает в битве за руну, кстати, Кингарди идет дальше за Прадой, но дальше уже и самому идти немножко страшновато. Там у Бэйна есть Брэйнсап. Фрэнк, сколько хайлайтов было с Бэтрайдером, но идет шестая минута, а у Бэтрайдера... У Бэтрайдера еще один фраг. У него доминейтинг стрик при убитых на тот момент шесть крипов было. Ему не нужны крипы. Все, он фармит. Ну реально, Пэйн, полная команда крипов. Пожалуйста, подходи, я, говорит, буду фармить. Нормально. Действительно, все неплохо. На секундочку, покажите нам Нетворс, пожалуйста. Просто при 12 крипах у Бэтрайдера топ-2 Нетворс. При 12 убитых крипах. Все, можете возвращать на крипов. Но вообще, разрыв по Нетворсу еще не столь велик. Потому что, когда ты захватываешь так сильно преимущества, плюс доминируешь на линии, тебе нужно еще и фармить. Мы видим, Бэтрайдер не фармит, и Зевс фармит получше, чем Тинкер. Не фармит Мирана, вот что главное. От этого следует результат, что даже при счете 4-0 не особо-то и ведут Тандер-Предатор по золоту. В случае с командой Инфомас Янг уже 4000 было там. Ну, выгнали 4-й уровень и, тем не менее, вынуждают уйти в лес Террорблейда. Да, такая опция есть у данного героя. Но, если посмотреть, что в целом делает Террорблейд. Покупает 2-й рейсбэнд Атун. Рисковал погибнуть, верхняя была от Вихи. Стики спасли. Стики спасли, и Виха просто передумал давать ультимейт, потому что не убьет. Вот и связочка с Табу. Сработала Джеймари, да, Джеймари плюс Прадо. Брюмастер отошел. Сон, стрела, минус Шадоу Шаман. Где Пейн? Пока не видно. 5-0. И Террорблейд с 4-го уровня еще раз, напомню, уходит в лес. Кентавр уже захаживал к Террорблейду, уже смотрел, как у него дела. И он там прожимает метаморфоз, чтобы фармить крипов. Сильно проседает по здоровью. Сейчас банально какой-то герой нырнет. Мы уже видели с антимагом подобную историю. Его, когда унизил Фрэнк на Миране, антимаг ушел в лес. Просто прожимается инвиз на Миране. Вы толпой туда заходите. Точно так же с Бейном. Просто под финсгрипом вы его унизите. Тогда у антимага все было намного хуже по крипам. Они просто заходят за вышку и хватают андаинга. Тоже неплохо. Хороший бонус для Фрэнка вновь. Как такой фраг, сделанный еще и с помощью Мэтью. И вышка, скорее всего, тоже будет доставаться им сверху. Но забили на Террорблейда. Пока что все выглядит вроде бы неплохо для Тандер-Предатор. Но Пейн вообще не отвечает. И от этого у меня появляется чувство, что все идет по их плану. Все идет по накатанной фарме Террорблейд. Это главное. Может быть. Да, господа обсерверы, у меня большая просьба. Давайте, наверное, нетворсы смотреть. Потому что необъективное количество крипов. Вот первые три позиции были за командой Пейн. Это не имеет ничего общего с реальностью. Вот, пожалуйста, 3-400 Бетрайдер. При том, что крипов практически не бил. Там те, которые сжигали Фаерфлайя и все. Минус Прада. Первый фраг. Спасибо. 8 минут, 6 раз отправились в таверну игроки Пейн. И, наконец-то, первое убийство ответное. Подошел Вихом. И, судя по Нетворсам, опять же, Террорблейд соревнуется с Тинкером. Но Зевс опередил его в миде своего прямого конкурента. Но очень богатый Бетрайдер. Очень богатый Бетрайдер с ранним уровнем, с быстрыми артефактами. Я не знаю, Барабаны или это Барабаны. У него корона была, и у него там еще остались рейндропы. Ну, кстати, рейндропы тоже хорошо сработают, поскольку много денег, можно себе... Знает ли, что на него выход планируется? Ну, там есть варды немножко выше. Я не знаю, палились ли на них. Но он отошел далеко. Только молнией смог его пробить. Там выход планируется еще от Андерпредатора. Да, прям под вардами. Прям под вардами гуляют, пайны. Неизвестно, смог. А, в инвизии, в инвизии заходит Прада. Они понимают, что где-то здесь Террорблейд ранее очертили эту местность. Поставили тут варды. Вот аналогично, просто аналогично. Тогда мы говорили, что могут с появлением сна спокойненько заходить, ловить героя. И здесь ситуация аналогичная. Ой, пейн, не туда ты явно зашел. Прада попытается, конечно, еще жить, но он стоит в пачке вардов. И Прада погибнет. Максимум времени потратили. На Прада, но всем остальным нужно бежать. И выбирать стрик. У Фрэнка стрик. Это стрик. Стрик отдавать в данном патче крайне неприятно. Кентавр использует стампит, замедляет Кингарди. Подстанил его хуф стомпа. Фрэнк улетел. Продолжает атаку. Фрэнк улетел. Фрэнк ушел на базу. Не отдает стрик. Пока живут. И Мэтью живет. И Мэтью живет. Машинками отгоняет Тинкер. Своих оппонентов приходит Прада. Дает слип. Маны нет. У Мираны нет маны, чтобы выдать стрелу. Бедняжка. А, у него еще и в кулдауне была стрела. Но в целом маны не было практически ни на что. Ни Старшторм нельзя было выдать. Но отбились. Кое-как отбились. Не потеряли Фрэнка, что очень важно. Тава держит Бэйна в сетке. Подходит Террар Блейд. Ну, несколько ударов, конечно же, убьют Бэйна. Это была легкая цель. И это второй раз. Он ведь умер. Очевидно, прилетел на телепорте. И умер еще раз. Поэтому без ТПшки, пешочком. Они опять хотят драться. Они хотят взять Террар Блейд. Террар Блейд, кажется, был в стреле. И Фрэнк хватает его в лассо. Дальше лазера Тинкера минус HFN. И, по-моему, дальше полетел Бэтрайдер. Он не погиб. 4000 Нетворс. Высокий уровень. Бэтрайдер полетел дальше развлекать своих оппонентов. В центральную линию перемещается Кентавр. Шестой уровень имеется. Стампид прожимался тогда во спасение Бэтрайдера. Пока Кентавр просто выходит фармить. Даггер на Кентаври, Даггер на Бэтрайдере ожидается. Это две главные цели, с которых, собственно, вы файт будете начинать. Стрела может даваться в лассо при таком раскладе. В стомп может даваться стрела. Стрела может даваться в бейна. Слейп, как уже мы видели. Очень хороший потенциал на то, чтобы просто игру в лейт не затянуть. Реально, в мидгейм вы выйдете нормальными мощными чудовищами. В лейте тоже все не так плохо у Тандер Предатор. У них есть Тинкер. Вот как раз в мидгейме, как мне кажется, такая вот максимальная кондиция должна быть для пейнтгейминга. У них должен быть Террор Блейд, такой запакованный, с БКБшкой. У них должен быть Зевс с Аганимом. Но ТП топ-5 на Творс. Свою задачу Бэтрайдер выполнил. Фрэнк уже который раз против мощнейших коров шикарно стоит линия. И на Миране против антимага, и на Бэтрайдере против Террор Блейда Мэтью. Пришел Стомп. Ну, земляная панда здесь, огненная здесь. Но не видно. Там два ультимейта, по сути, было использовано, чтобы спасти Бэйна. Но будет месть по Брюмастеру Кингарди. Но пока не трогают. Слип будет лип. Рада ждет, ждет, ждет. Вот, спадает уже Сон. Не Сон, прошу прощения. Спадает уже Инвиз. И седьмого уровня Брюмастера забирают. Фраг для Джеймари, еще один. А тут приходит Виха. Ика на хосте. Можно ответить по Миране. Но Мирана спрыгивает на лоу-граунд. Просветил ультимейтом. Джеймари прожимает стики, прожимает Фэрифайр. Живет Виха, бежит дальше за ним. Еще есть лип. Лип еще есть. Переключает ПТшки, чтобы лип был. Чтобы ману хоть немножко себе восполнить. И убежал. Атака обломалась. Пэйн не знает пока чем отвечать. И типнули Виху. Но Пэйн фармят. Будем откровенны. Фраги вы делаете. Вот этот серьезный ганг потенциал свой реализовываете. Но Пэйн при этом умудряются вести по Нетворсу. Зевс очень дорогой фраг. Который не состоится, судя по всему. Вообще Фрэнк летит дальше. Но это может быть не очень верное решение. Приостанавливает полет. По Вихе все еще стики Напалм. И поджигает. А там 6 зарядов стики Напалма. Виха живи. Не получится. Наполивали беднягу. Куча Напалма была на нем. Еще и 5 зарядов на Кингао. Прада в вардах решил постоять еще немножко. Да, но это пятерка Бэйн. В принципе не страшно для Тандер Предатор. Летит Бэтрайдер сюда. 7 зарядов стики Напалма на Блю. Подержит сетки Тава. Нет урона в эту сетку. Кингарди подходит, но и прожимается уже Firefly Бэтрайдером. Фрэнк отбивается еще с Боттла и живет. А там Террор Блейд фармит на верхней линии. Ему Мирана противостоит. Он там выводит иллюзии. Отпушивает линию. Фармит лес. Террор Блейда пока все замечательно. Он топ-3 на Творце. Если посмотреть, опять же. Вот бросить сорт на Творце. Да, Бэтрайдер идет неплохо. Ну, он камбэкает. Пока команда дерется, Террор Блейд занимается фармом. 100 крипов за 14 минут. Своё он взял. То, что не добрал на линии. Ну и тут теперь решать. Через Драгон Лэнс. Я смотрю, у него смятение небольшое. Либо Драгон Лэнс, либо Яшу собирать Террор Блейду. Что так, что так. Скорость фарма просто превышается. Да, он будет Яшу собирать. Яшу держит Финс Гриппе. Яшу никак не спасти. Не было тем более юнитов рядом. Даже если Сол Риппом подхилил Мизери. В тот раз не получилось. И решили на этот раз забрать Зевса. Но близки были. К тому, чтобы забрать его. И начинаются полеты более активные от Тинкера. Нижняя сторона пушится. Тинкер летит туда, чтобы Т1 вышку попробовать защитить. Ну, варды потратили на то, чтобы забрать в Бейна в очередной раз. Поэтому полминуты еще можно не париться насчет того, что Тавер заберут. Ну, вообще можно париться, потому что могут забрать Атуна. Тут есть просветка. Есть ультимейт от Кингарди. Но есть сейф ТП от команды Тандер Предатор. По Тава атака идет. Старшторм падает на голову. Минус Шадоу Шаман. Дальше у Кингарди могут быть проблемы после того, как закончится Праймал Сплит. Кинкера забрали. Конечно, плюс безусловный есть. Кинкер в таверну. И Зевс еще заработал золото на нем и опыт. Вот Кингарди... Майчу, Майчу. На перерез. Если не умрет, то это будет хороший размер для Кингейминга. Там, Мэтью. Выдает стомп. Там маны не хватало, но стики использовал почти все. Все монопоинты восстановили. Похиливает Мизери. Как раз этот Сол Рип позволил Бремастеру пережить весь урон, который в него влили. Мирана 2 200 в руках носит, пока не приобретает Драгон Лэнс, который тоже бывает как артефакт промежуточный для разгона. Рана пока экономит. Ну, конечно, Мейлстром нужен, безусловно. Без него никуда. И против иллюзионистов ты играешь. И, конечно, это круто. Все после Липа хорошо работает. Поставили Варды. Варды поставили на вышку. Драться под вышку уже не получается. Стрела залетает в никуда. Ни по кому не попадает. Цепляют Бремастера. Его успевают забрать. Мэтью прыгает. Но прожимает Стампид. Его хватает в сетку Тава. Мэтью приостановили. Виха получает Сол Рип от Мизери. Захиливает его. Прада. Он фуловый. Зевс его тоже видит. Под Тамбой и под Вардами, конечно, сам Дрепредатор драться не могут. Да, и сейчас Виха как раз спалил наличие Вардов. Разобьет. Ну, я имею в виду под Вардами, которые там внизу стояли. Серпент Вард, конечно же. Поймали Виху. Надо будить. Тава, буди друга. А все равно Стом получается выдать у Мэтью. У него уже имеется Даггер. Это пятерка Кентавра. Он с Даггером на 16-й минуте. Четверка. Четверка по сути. Потому что... Ну, окей. Пускай, пускай, пускай. Все равно. Даггер есть. Так или иначе. И Даггер у Тинкера. Но во всех этих разменах не участвует Терраблей. Именно, именно. ТП нет в игре. Я не могу сказать, что это прям такой герой, против которого невозможно играть. Если, конечно, Рамзес не исполняет на этом персонаже. Но здесь Рамзеса я не вижу, чтобы он за Пейнгейминг играл. У него пока все хорошо в других регионах. Чтобы ездить в Южную Америку. Бэтрайдер Даггер, Кентавр Даггер и Тинкер тоже Даггер. И Мирана на липах в случае чего. Окажется рядом. Джеймери должен нести Майл Стром. Пока что Тинкер просто отпушивает. И он приносит лишние деньги Терраблейду, если так посмотреть. Он прилетел наверх. Там отпушил линию Терраблейд. Говорит, окей, я фармлю как раз лес. Мне-то что? Я вызову иллюзии. Пущи их по линии и все. Больше денег. И так и происходит. На тысячу, даже больше. Тысячи отрывается Терраблейд. Вот его ближайшего преследователя. Это Тинкер по двоим кувствам. Очень хороший от Мэтью. Ультимейт Девса. Стампит. Работает. Девса забрали. Джеймери. В невидимости. Маны практически нет. Ай, Миранка. Какая ошибка. Бежали за ней два зомбака. И Мирана выдала стрелу. В них и все. На этом атака обожмалась. Мэтью стоп. Фрэнк. Его могут забрать. Забирает Фрэнка. Срывает стрик. Виха. Мэтью тоже отправляется в таверну. Мизери выживает. Тут же HFN на Терраблейде. Тинкер готов дальше за Мизери лететь. Того подсвечивают. У того практически нет ХП. Но Тинкера могут поймать. Просто на прилете могут поймать. Тинкер летит на топ пушить. Мирана не выдала стрелу. Атака, как таковая, захлебнулась. Куда прыгал Мэтью? Вот это уже вопрос. Заигрались немножко Сандер Предатор. Поддержки нет. Даггеры были сбиты. Все остальные не могли добраться до вот этих двух героев, которых Мэтью поймал. И он просто по ошибке влетел прямиком в ад. У Терраблейда появилась манта. Пока все вот это вот шло. Но мы его просто не видим. Он ломал там под шумок центральную вышку. Кстати, у него это получилось. Бизнес пока что идет отлично. Мизери, кстати, являясь таким тоже живым щитом пятой позиции, собирает себе худ. Скоро уже будет. Там, в принципе, что из могилы? Ну, там Тинкер. Там тоже очень важно. При себе пайп на команду. Мог его и Бримастер собрать. Но мы видим, что Тинкер Ди пока вообще другими делами занят. Он отвлекает внимание на верхней линии. Плюс только что Зевс просветил местоположение команды Тандер-Предатор. Увидел то, что все находились в их лесу. И, по сути, это дало возможность еще и Бримастеру уйти оттуда. На верхнюю линию долгает Мирана. Тинкер не подпускает Крипчиков сюда. Таву с Вардами. Крипы подойдут. Если живы следующая пачка, то можно поставить Варды и забрать вышку. Джеймери самостоятельно старается разломать Т2 на топе, но команда рядом. И появляются руны. Расходится Пейн. Чтобы эти руны собирать, Виха забрал две рунки. И две, соответственно, Сандер-Предатор заберут на своей половине. Да, но тут же Пейн снова читает позицион команды Сандер-Предатор. Они использовали скан. Есть Варды у Тей в лесу Пейнгейминг. Но Пейн вообще не спешат защищать как-то вышку. Они хотят размениваться. Плюс, интересно, потратили мету на ТБ или нет. Потому что, если мету не потратили, можно будет идти и пробовать разменивать ТБ. Они потратили Варды на Т2 Тауэр. А Мирана в это время уже на базе у врага и чуть-чуть подбивает вышку. Да, не самый сильный пушер на 21-й минуте. Но ты стоишь на базе у Пейн нет опции. Сейчас прийти на базу, поставить Варды, защитить одну пачку крипов, сломать сторону. Нет, такого нет. Они потратили на Т2 вышку Варды. И всей командой Сандер-Предатор уже смещаются на топ. Тинкер может потенциально сюда прилететь. Так, 4 персонажа есть на топе. Выманивают врага на своей позиции. И делают вид, что отступают. По-моему, делают вид. Но они находятся под Вардами, в принципе. Да, делают вид. Реально, это засада. У вас 3 даггера на команду. Вы эти засады можете формировать. Там все обставлено Вардами. И выше Варды, и вот здесь, да. Я думаю, по-моему, все понимают. Должны. Теперь точно. Вот. Столько времени, сколько провели Тандер-Предатор в лесу противника. Ну, не поставить Варды там. А все равно идут Бютрайдер, взлетает в Firefly и летит за Брюмастером. Тот натыкается лицом на стрелу. Сжигают Брюмастера до того, как тот использовал Primal Split. Они просто сделали вид, что уходят после ультимейта. И после, не знаю, секунды прошла буквально. Они взяли и напали на Брюм. Казалось бы, вся информация о ПН есть. Но это же не значит, что вы не будете ошибаться. Ну, тут Кингардии вышел по фарме. Четверочке тоже нужно откуда-то деньги получать. Мирану. Заметили. Но два липа еще есть, поэтому за ней не пойдут. А вот что насчет остальных игроков команды Thunder Predator. Terrorblade наращивает. Наращивает свои позиции. Укрепляет свою первую позицию по Нетворцу. Зевс выходит в Аганим. Как и Шадо Шаман. Пока, конечно, разделили немного Terrorblade и его команду с Thunder Predator, что, конечно, плюсом для данного коллектива является. Знаешь, есть такие ситуации, когда у вас очень богатый кор, но он один. А дальше провал в 10 тысяч. И вашего кора богатого забрали, и вы, не знаю, как щеночки, смотрите, а что дальше делать? Вот, допустим, ТБ точно так же уберут за... Вот как сейчас справляются в очередной раз с Брюмастером. А так же можно справиться с ТРБ. Прямо склеит? Не, не используют. Сколько хп? Сколько там хп? Там 50, 50 было. Офигеть. Ну, должны догадаться Пейн, что здесь неспроста постоянно все тусуются, там есть варды. Да, хотят драться под вардами. Или не хотят? Нет, не хотят. Ну, не за что уж драться, это два вышки нет. На отступление разве что поймать врага. Бедрайдер попытался со спины зайти, не удалось, и сам как бы на него не напали. Можно подлобить Фрэнка и пингуют на него именно сейчас у Фрэнка Даггер в кулдауне еще Фрэнк еще одну пачку крипов может сжечь на самом деле, но действительно рискует Фрэнк попасться. Четыре персонажа выехали за ним, бедрайдер очень опасно. Фрэнк Виха. Даггер аут успеет ли сделать? Ничего, он не успевает, есть Хекс и это минус Фрэнк. Вроде бы знал, вроде бы предполагал, но это как с Брюмастером вверху. Один в один ситуация. Крипы оказались немножечко важнее. Просто банальная жадность. Я думаю, что все он прекрасно знал, но сыграл на авось. А вдруг не пойдут? Да, действительно, вдруг не пойдут. И очередной смоук от Бэйнгейминг. Они не хотят останавливаться, они хотят захватить преимущество именно на вражеской половине карты. Их вообще не волнует то, что на их половине карты, на их территории, в их лесу, там стоят варды противника, там всегда где-то уходит враг. К слову, у них там есть тоже защитный вард, и Бэйна они там видят. Только что Undyne включил, ну так просто на заметку, только что Undyne куда-то кастовал телепорт и тут же его отменил. Может мискликнул, может хотел куда-то полететь, но решил не лететь. Но на верхней линии крипы на базе у команды Пэйн. Мирану поднимают. Миранин можно будет уйти, но Хекс перманентный по приземлению. Кентавр прыгает, стампит, БКБ поджимает Джеймари. 8 зарядов стиков, нажимая стики, лети. В Джеймари просто бежать, куда глаза глядят. Это хорошо, что Нимбуса нет. Так бы Джеймари сейчас на базе мог погибнуть. Ультимейт Зевса и Нимбус, я думаю, что отъехала бы Мирана с таким количеством ХП. Нимбус будет через 1200 голды. Ну, Мирана к тому моменту ХП восстановит. Ну, я думаю, еще не один раз. А возможно, она к тому моменту как раз его и потеряет. Или вообще будет без ХП. Но все от вардов. Обрати внимание, все объективы, все от вардов играется. Так и правильно, они не медлят. Таба постоянно ставит эти варды. Если не на драку, то на вышку. Если не на вышку, то на Рошана. Пожалуйста. Ждут пейн своего оппонента. Оппонент вообще в другой стороне. У них из важных объектов на карте это Т1 вышка внизу. Но это Рошан. И вы даже не бьете Т1 вышку. Вы просто теряете Рошана. 5К преимущество пейнт гейминга. Не знаю, они настолько спокойны. Вот как ты верно заметил, у них есть план на игру. И они понимают, что они от него не отходят. Все идет по их плану. Правда, потом будет Тинкер с Аганимом Хексом, что на это вы скажете, мне интересно. Но все равно есть Террор Блэд. Есть тот же Шадо Шаман. Есть Зевс, который может ловить Тинкера. Тинкера есть, чем ловить. Ловить. Вот так ловить. БКБ нажал и можно не ловить уже. В принципе, да. Не меняются Т2 вышками и Тинкер продолжает спамить. Вот неплохо было бы еще тоже вардами обзавестись вот этими боковыми на сайд-линиях против Тинкера. Сломали. Террор Блэд. Законик уже в метамарпозе. Пулеметчик. Бремастер просто ради того, чтобы сломать вышку прожал Праймал Сплит. Стоит Томба. Ну, вышка, конечно, падет. Террор Блэд не будет отсюда без ничего уходить. Джеймари на базе у врага избивает пока Тава, расставляет ката пульту. И это хорошая возможность сбить телепорт, но Виха не успевает. На отступлении надо поймать врага. У Тава есть Хекс. Не будем забывать Мэддию по трем персонажам. Прыгает, выдает Стомб. Утаскивает на себя Тава. Успеет ли забрать его? Тава умирает. Тава отправляется в таверну. БКБ прожимает ХФН и сбивает Джеймари. Пока без потерь для Сандер Предатор. Бэтрайдер, если что, готовится влететь. У него нет лассо, но в целом можно тот же Стекинопалм флеймбрейк отбросить. Кентавр. Надо к Кентавру врываться. Кентавр прыгает с Томб, пока только по Брюмастеру. Брюмастер съедает ци. А, это Сандер. Это Сандер. Он перекачал. Там только первый Рошан был. Не боялся погибнуть ХФН из-за того, что у него есть Аегис. Можно убивать Бэйна. Но тут же Финсгриф по Андаингу держит Мизери. Кентавр прыгает снова по двоим. Шикарный стоп. И Зевс теперь рискует погибнуть. Он в опасности. Теряет здоровье. Запрыгивает Тинкер. Убивает Зевса. Кингер Ди тоже подставляется. Уже и под Дабл Эдж. И единственный, кто уходит отсюда пока что, это ХФН. Он прожимает блин. На даггере. Просто на даггере бежать от Бэтрайдера. Минус 4 сделали. Комбэкнули 100%. 2000 по золоту. Сандер Предатор подняли. И центральная линия стоит. Героев нет. Вы можете идти пушить. Сломать Т1 и Т2. И еще пару тысяч себе в кошелек положить. И по сути отыграть все отставание. Опять идут драться. Двойной урон. Просто отогнать Террорблейда от двойного урона. Не хочу стомп от Мэтью. Мэтью шикарно отыгрывает этот матч. Каждый раз Кентавр стомпит минимум двух персонажей. Да. Ну и по троим его стомпы конечно шикарные. Вообще в прошлом матче команды Тандер Предатор против Инфомас Янг там на Кентавре играл Фрэнк и тоже так же шикарно. Ну могут. Реально могут. До 2000 отыгрывают отставание. До 2000 его сокращают. Террорблейд на первом месте. Но Террорблейд тоже небезошибочно играет. Конечно понятно у него был Аегис. Он мог себе позволить свап хп с Брюмастером. Блокарханга? А куда? А куда? А почему драться ты здесь захотел? Он просто захотел драться потому что команда рядом но не успевает ничего сделать. Ставятся варды всем плевать на эти варды. Все в рассыпную Мирана бежит дальше Лип. У него же есть 15 уровень куча урона влетает в Виху. Виха тоже рискует погибнуть. Джеймари делает этот фраг Godlike Streak тройное убийство для Джеймари и Мизери просто как побитая собачка пытается убежать от своих обидчиков. Сандер Предатор в пятером сейчас окажется в таверне. Мизери теряется в елках голова торчит из-за елок судя по размеру этого героя. И Андайинг дефать сам не может. Да, телепорт будет через 7 секунд буквально. Но сам Мизери там ничего не сделает. Благо таймеры на респаун не такие большие. Но посмотри сколько денег отыграли сейчас Стандер Предатор. Только вот сказал знаешь не без ошибок играет Террор Блейд. И он такой знаешь вот это разве была ошибка до этого? Вот ошибка. Посмотри как я умею. В темноту не видя никого не зная где находится враг. Команда была рядом но можно было пустить туда Брюмастера. Можно было пустить туда фронтейнера. Андайинг иди ставь Тамбу Дерис поставь ее на ХГ перед тем как заходить. Это все выглядело очень неважно. Прыгает Террор Блейд дает рефлекшн по Бейну. Ну что проюзан Метаморфозис только ради того чтобы Бейна убить? Ну наверное нет. Наверное еще и святыни можно. Рошана нет. Линия отпушена поэтому вряд ли HFN пойдет драться. Реальной Метаморфозы нет. Ну не без греха Террор Блейд. Есть прям о чем поговорить я думаю студия аналитики действия Террор Блейда как-нибудь прокомментирует но ряд ошибок все-таки переворачивает игру. Не могу не говорить об этом что ТБ слегка но свою команду подставил. Манг кимбар на Миране и приступают к тому чтобы разрушить еще одну святыню скорее всего Пейнгейминг. А что у ТБ можно посмотреть? Секунду извини перебью тебя Скади я думаю Скади да ну я бы уже смотрел бабочка есть нет УТБ нет никакой бабочки не имеется. Но он и не будет ее делать будет делать Скади возможно потом какие-то другие айтемы на плотность. Ну хорошо ты мазать бубрю будешь слегка ну вот как раз наличие мбрю покупка МКБ я бы выживаемости какой-нибудь Блэк Архангелу посоветовал чтобы не умирать за время действия Лассо или за Финс Грипп не умирать. Вот какой-то такой артефакт ну Скади Скади хорошая вещь. АТБ поставил варды Мизери запрыгивает Фрэнк хватает Андайенга Андайенг плотный но за такое время по КБДЗ убить можно Мизери отъедается пока что здоровью живет живет Мизери Бойна забрали БКБ прожал HFN и разошлись ультимейт Мираны просто на подсейв команды Фрэнк бегом Гем имеется у Фрэнка быстрый бэтрайдер Гем покупает также Кингерди Тинкер Тинкер есть ли на него управа Тинкер всего один раз за игру погиб Аганим Линза Форставчик Там Зевс есть тоже с Аганимом но насколько же мобильные герои у Тандер Предатора контроля такого количества контроля у Пейнт Гейминг нет есть у них безусловно Шадоу Шаман есть у них Брюмастер но Брюмастеру еще нужно все манипуляции произвести как говорится даже поражатие Праймал Сплита тоже требует времени Да я сказал чтобы за время действия Лассо не погибал Террор Блейд какая-то плотность нужна но есть опция не попадать в Лассо как таковое поэтому он покупает Линкен Сферу но хороший качественный бэтрайдер Коим Фрэнк судя по его игре является прыгнуть дайгер и форстав это небольшая сложность и после этого цеплять Террор Блейда но конечно команда за эти доли секунды может успеть среагировать сориентироваться и ответную реакцию показать игроки такого класса хорошие игроки они всегда на реакции играют тем более когда такие важные турниры проходят засада от Фрэнка и Мэтью Линка тебя не спасает отстан на Мэтью скажем а вот и все а вот и Зевс просветил сейчас опять два шага назад и пошли воевать посмотри на Мэтью он реально возвращается на то же место с которого ушли все-таки отойдите окей-окей отошел и сразу же пролезть в ту же очередь встать но судя по всему читает позиции своих оппонентов пентгейминг и пока что просто аккуратно подпушивает вышку снизу потихоньку проверяя варды есть или нет вдруг они под вардом прямо сейчас все в пятером стоят обидно было бы если бы проверил вард Зевс он там оказался и сразу тебя атакуют проверил проверяй проверил ты проверил и причем поставили свои обсервера во вражеском лесу пентгейминг ну а тандер предатор просто разошлись естественно нельзя долго стоять нужно как-то и фармить нужно где-то и деньги получать миране потому что террор блейд все еще топ нет ворс ну не знаю и все равно террор блейд мне кажется пускай не самая приятная булочка но все-таки булочка сбили линку за время действия лассо убили оторвался где-то отрезан от группы оказался зевс как таковую поддержку ему оказать не может потому что бкбшки есть нибус толком не работает ни на кого и тб можно успеть за время действия лассо убить лассо стрела линка например стрелы не спасает от стомпа не спасает так или иначе лазером легко сбить все это ну там от хекса потенциального конечно но команда с андер предатор бегает вместе но видишь ли есть еще одна проблема с которой они сталкиваются это шадоу шаман потому что каждый раз шадоу шаман может заходить под шумок ставить парни с аганимом уже и ломать тебе просто вышки когда ты можешь разбираться с террор блейдом да хоть с кем угодно вышки будут падать и таво будет их применять в любом случае либо в драках что тоже неприятно либо на твоей вышке пока ты дерешься что еще более неприятно потому что ну база у тебя падает а помешать ты этому как-то попрепятствовать этому не можешь ну да вообще как-то через варды больше играют пейнт видно что вся их активность связана именно с откатом серпент варц поставили свой обсерв вард пейнт гейминг сами же только что спалились на скане от сандер предатор ну было понятно откуда-то иллюзии террор блейда всегда выходят и ломают пачки крипов лейновых понятное дело что кого-то там да найти можно было и судя по тому что никого нет на карте там скорее всего все тусят вряд ли ты сейчас представишь что брю или андаин пойдет лес фармить ну разве что вражеский да ну тут так и есть так и есть что они тусят пятером иллюзии тб пока по линиям ходят видят видят андаинга мизери да могут понимать что там находятся все подходят на верхнюю линию прилетел зевс находится команда соперника есть такое подозрение но нет рошан и это рошан под номером покажите пожалуйста тава под номером два точно мне почему-то показалось что в прошлой драке уже был сыр а это был сандер сандер да я там немножко зафейлил вот джеймари не умер ни разу на миране вот показательный пример как нужно играть на миране в мобильности вот как раз колесо чата которое делает от меня лично как не посмотрю особенно в начале игры если джеймари атакуют просто вот так вот так вот так вот наискось прыгает тремя липами сразу и в деревья в кусты хоть куда лишь бы уйти может потратить все три липа сразу на базе замыкается сандер предатор не хотят драться против сыра иегиса их можно понять есть чем защищаться против машинок трудно заходить на базу да но также есть зевс а у тинкера зевс даггер есть террор блейда всегда можешь в спину прыгнуть и фулл хп героя сандером зацепить правда бкбшки это конечно решает в игре против террор блейда в лейтгейме в патче 7.20 одно из главных нерфов террор блейда чуть ли не единственный нерф но невероятно важный то что ты не можешь в бкб использовать сандер это безусловно важно и у битрайдера и у мираны и у тинкера я не видел но по моему у тинкера тоже должен быть блэккинг бар нет у тинкера нет ну тинкера пойди найди еще в планах после хекса ставятся серпент варды вот теперь уже посмотрим как будут действовать тандер фредатор вообще если честно в эту сторону такое впечатление что можно уже и отдавать похоже на то подбили блэк архангела ну и все и пока ничего сделать не могут жизнь за жизнь бэтрайдер утягивает на себя шадоу шамана таву могут забрать да таву погибает разложился в это время брюмастер но сторону потеряли бкбшки прожали сторону потеряли стампид был потрачен ультмираны ультмираны чтобы догонять врага на отступлении по центре вардом сейчас находится прада его видят и прада все прекрасно понимает зевс дает верхнюю дается нимбус минус бэйм и террорблейд продолжает атаковать линии у него есть еще метаморфозис какое-то время он сейчас закончится конечно и стоит уже отойти тем не менее когда будет следующий метаморфозис уже аегис еще не должен пропасть уже будет близок к этому но еще не должен пропасть а линии еще одна есть да даже если пропадет аегис к тому моменту вот посмотри на золото террорблейда он этот аегис каким-то очень полезным слотом заполнит я думаю что какой-то скади был бы не лишним мкб там уже есть просто собрать скади на выживаемость вдруг ты где-то напалишь просветили фрэнка да и просто уходит оттуда эйджи фрэнк вдруг где-то ошибешься лишние статы не бывают никогда запрыгнули на мизери стрела также ван дайинга попадает очень большая скорость атаки у мирана и эйджи фэн спасает на мизери ну может быть на время на время спасает заставляет мирану запрыгнуть сюда джеймори запрыгивает мизери съедает сыр начинается драка хватает зевса в лосо зевса можно убить очень быстро убивает джеймори на пару с тинкером но мирана тоже может погибнуть погибает блак архангела нечем забрать ой блак архангела просто архангела Конечно же, нечем забрать. Он прыгает дальше за Фрэнком. И Мэтью бежит за ним. Кенгао, битва саппортов, битва четверок, нетипичных четверок, но тем не менее. Тинкеру надо дефать базу уже. Не может лететь, не может поддерживать тиммейтов. Тинкер спамит машинки по нижней стороне, которая всегда пушится. Кентавр бежит, а Бримастер как будто на нем сидит, и Нагайка его просто подгоняет. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Прямо на спине, на бочке вот это вот делает. На спине у кентавра. Баттерфляг убил себе террорблейд, несмотря на то, что есть манки кимбар у Мирана. Как вообще вот тебе такое решение? Ну, это очень крутой демедж, безусловно. И все. Ну да, это и правда крутой демедж. Дополнительная броня, но... Стоты из Кадди... Глобально, не знаю, мне с Кадди кажется, может все-таки ДПС, да, за счет атак спида. Не так много времени у вас есть. Вот там время действия Нимбуса. Но еще и замедление. Да, время действия Нимбуса. Я имею в виду бабочка. Время действия Нимбуса, время действия вардов. Вам надо успеть под метаморфозу за это время очень быстро разобрать. Что дают ДПС? Вообще это мега-крепы. Да, похоже на то. Это мега-крепы, есть Праймал Сплит от Бримастера. Пока что только панды бьют бараки. Айгис пропал. Тайминги есть. Надо драться, сейчас или никогда. Потом нет смысла уже вообще в эту игру играть. В линку дал лассо. Он дал лассо в линку. Ой, мега-крепы. В игру, судя по всему, поиграли. Финс Грипп по Таву. Таву рискуют забрать Мэтью. Есть с Том по нему. С аганимом Тинкер. Под БКБшкой дерется. Под Нимбус не заходят. Джеймари. Очень много урона уже получил. С рефлекшена Миранка расстреливает Джеймари по спине. Пейна разменяли на Шадо Шамана. Падает еще тревышка. Мэтью забегает. Есть с Том. Но по одному герою очень быстро заканчивается Мэтью. Стрела попадает от Мираны в Архангела. Сбивается линкен сфера. Террор Блейд. Нужно выдать Сандер. Если он доступен. А он доступен. Но Джеймари страдает еще и от примастера. Джеймари хуже, чем Террор Блейду. По нему Сандер никак не выдашь. Бьет. Бьет. Дрон. Он нереально насыщенная игра. И она так тривиально заканчивается. Просто Террор Блейдом, Зевсом и Шадоу Шаманом, которые сносят вам базу. Неужели никакой романтики здесь не будет? Ну, есть герои, которые, конечно, мега крипов дефают легко. Тамба оставится. Зачем ты убил его? Да, Мизери уже специально шел отдаваться, естественно. Архангел, он же HFN на небольшом запасе здоровья. Там трейд есть и есть иллюзии. Гуд гейм. Да, соглашается с поражением Тандер Предатор на этой карте. И оно и понятно. Вот все равно я еще в самом начале игры говорил, что складывается такое впечатление, что Пейн контролирует ситуацию абсолютно полностью. Ну, есть, да. Есть такое ощущение. Я не смотрел, у меня не получилось, по-моему, карту какую-то из Гранд Финала, по-моему, последнюю, если не ошибаюсь, мажора предыдущего. И я такой, да, кто выиграли, да, выиграли. Говорю, а матч смотрел, спрашивал там у товарищей. И они говорят, ну, там Рамзес на Террор Блейде засолил. Вот что-то похожее здесь было. Не Рамзес, но тот же Террор Блейд. Команда дерется в одной части карты, ТБ все это время фармит. Сколько драк мы с тобой комментировали, и название Террор Блейд мы просто не озвучивали. Уже потом, там спустя 5 секунд, а Террор Блейд все это время фармит. Ну вот Террор Блейд все это время фармит. Ну вот на самом деле было как, там убили двоих героев команды Пейнт Гейминг, и тоже мы озвучиваем то, что их убили, и вроде бы у Тандер Предатора все хорошо. А да, кстати, Террор Блейд себе манту купил. Да, Террор Блейд Линку купил, БКБ купил, Даггер купил. И такие артефакты вынуждены, артефакты нетипичные, никакого такого ультра крутого забака у ультра дэмэджа мы не видели, да, там какой-нибудь Дэдлус, понятно, Скади, Бабочка, еще какая-нибудь ерунда. Бабочка, которая вроде как и не нужна, но чтобы игру побыстрее закончить, окей. Ну, дпс, лишний дпс. Да, ну, закончил игру и закончил. Хорошо, и Шадо Шаман тоже хорошо зашел, который на линии круто постоял. Хочешь Скади, зачем тебе, ну, хочешь бить, точнее, Бараки, или там, хочешь бить строение, зачем тебе Скади? Нет, не нужно. А Бабочка свое дело сделал. Иллюзии трудно убить. Вы просто выигрываете вот эти доли секунды, за счет которых Террор Блейд сносит строение, а это реально секунды считанные, когда ТБ сносит базу. Обидно, да, обидно. Чудо не произошло. Никакой романтики. Да, ну что, а мы не будем отбирать хлеб у наших аналитиков. Да, в общем-то, и кто мы такие? А мы комментаторы, между прочим. Поэтому передаем слово студии аналитики, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!